Сегодня мы только собрались все вместе, уже разнакомились. Никто до этого из нас никогда не общался. Уже быстро так сложилась команда. И гвоздем программы вечером стал Евгений Булко. Мы вместе с ним разыграли ток-шоу. И это была не только развлекательная программа, но в целом это была познавательная и очень необычная форма изучения проблем. Первую половину дня мы играли в ролевые игры, которые были направлены на тему торговли людьми. Сегодняшний день запомнился встречей специалистами УВКБ ООН, которые приехали к нам, чтобы рассказать, чем же отличаются беженцы от мигрантов, потому что это такой вопрос очень спорный и между ними тонкая грань. Мне кажется, это очень важно, попробовать собирать затекавленную молодость, с ними размолять на актуальные темы. Пытания, связанные с этим, будут оставаться все больше и больше. И нам надо рихтоваться до того, как с ними справляться в будущем. Сегодня у нас были специалисты из компании ЕПАМ. Тоже очень многие нюансы, моменты они нам рассказали для того, чтобы деятельность наша, связанная с интернетом, не была нам, скажем так, в ущерб. Третий день, как и в предыдущие дни, был очень насыщен событиями. Первая половина дня была заполнена у нас лекция про видеоблогинг. Один из приоритетов ЮНИСЕФ в Беларуси – это вовлечение подростков в молодежь в процесс принятия решений. Если изучали были семинары, то видеоблогинг – это как раз таки действует. Также было очень интересно послушать представителя про ООН. Он рассказывал про 17 целей, которые надо достичь к 2030 году. Уникальная команда молодых людей, идеальный пример настолько яркого партнерства, когда люди действительно хотят что-то сделать. Я уверен, что в дальнейшем они смогут внести существенный вклад в борьбу с торговлей людьми. Что больше всего меня впечатлило – это просмотр видеофильма о тех людях из Беларуси, которые попали в сексуальное рабство. И я думаю, что это никого из нас не оставило равнодушным. Это вдохновило нас всех стараться еще больше сделать какой-то свой личный вклад в борьбу с этой проблемой. Сегодня мы встретились с классными ребятами из Мастерской социального кино. Они нам показали, рассказали, научили, как можно делать классные социальные видео, которые помогут сделать этот мир лучше. Младыш, которая участвует, она прорабатывает очень глубоко тему, потому что задача какая у них по итогу – нужно создать ролик. Для того, чтобы его создать, нужно продумать, нужно погрузиться настолько, чтобы какие-то придумать интересные решения, интересные образы. Нам рассказали очень много новой информации по поводу ВИЧ-инфекции и СПИДа. Каждый из нас имел возможность при желании пройти тест на ВИЧ-инфекцию. На самом деле, каждый день ты понимаешь, сколько возможностей перед тобой открывается и сколько полезного ты можешь донести людям вокруг тебя. Когда работаешь с молодежью, становишься тоже молодым и понимаешь, для чего ты все это делаешь. И некоторые вещи становятся не пустыми словами, а действительно той миссией, которую мы все выполняем. Сегодня был пятый день нашего лагеря, наш последний день. Первая часть была очень интересная. Она была посвящена гендерному вопросу. Для меня этот вопрос не был достаточно освещен. И сегодня я провела для себя четкие разграничения между различными понятиями, что такое пол, что такое гендер. Молодежь, которая здесь была, она очень открытая. У нее очень правильное отношение к жизни. Люди готовы работать, готовы изучать и делиться этой информацией. Сегодня Сергей Кузьменко поделился с нами секретными СММ, СММ смог донести до нас всю важность продвижения специально значимых идей. Молодые ребята, многие уже инструменты знают, многие мы донесли до них в первый раз, и я надеюсь, им будет очень полезно. Хочется еще и хочется действовать. Идти в свой универ, в свой клуб ЮНЕСКО, в котором я состою, и распространять информацию, которая получилась здесь. Я очень-очень надеюсь, что в следующем году подобное мероприятие тоже произойдет, потому что оно необходимо. И оно необходимо не только для молодежи, оно необходимо для всех. Летний молодежный лагерь – это продолжение компании МОМИС. Это пять интенсивных дней обучения, работы по разным тематикам, смеженном с торговлей людьми. Мы очень рады, что летний лагерь – совместная инициатива МОМ, МИД и МВД Республики Беларусь. Также инициативу поддержали агентство ООН и USID в Беларуси, и частные компании. Я надеюсь, что теперь мы вместе будем действовать и делиться информацией. МОМИС. МОМИС. МОМИС.